Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а видите продолжение партии за Россию в Сидмэйр Стивилизейшн 6 Гэзерин Сторм на карте 7 морей. И если вы случайно наткнулись на это видео, то рекомендую перейти к началу. Ссылка на первую серию есть в описании, либо появляется в верхнем правом углу. Также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Ну, я не знаю, предлагайте сами какие-то две дебильные резолюции. Кому рост будем замедлять? Предлагаю лояльно снизить русскому, он захватывает города. То есть, что там? Я предлагаю снизить рост, у кого дофига большие города. А у кого они? Ну, посмотрите, у кого. Я просто не вижу... Финики, вроде бы. Финики? Да какая финики? У нас Кри отожранный. А, Кри. Точно Кри. Кри точно отожранный. Так что я бы снизил прирост Кри. Ну, давайте. А не расширяйте подавляем культуры бразильцу. Мне кажется, ему понравилось в прошлый раз. Типично, да. А я русскому. Предлагаю. Наверное, тоже. Чего кому-то плюс 20? Русскому уменьшаем территорию, я всё закинул. А с этим... А культуру? Культуру уменьшаем. Нет, нету захвата культуры этому. Бразильцу. Мне-то что? Я города поставил, мне и так сразу дофига территории. Смысл в меня бросать? Ну, как бы... Ну, у тебя новые города, я как бы... Которые и так уже захвачены, с большой территорией. Ну, так говорите быстрее, куда? В бразильце, в бразильце, ему понравилось, ему челени в прошлый раз очень был рад, что он не может захватывать культуру, а покупать ему приходится. Не, ну, серьёзно, вот, даже, как бы, не споря с моим соперником, ну, проголосуют они за меня, и что? Нет, я не успел нажать, нет. Не буду я захватывать культуры, как бы это просто бессмысленно против меня голосовать, потому что это Россия, которая ставит город, у неё куча территорий сразу. Меня не развелись. Это хитрый план, чтобы не показать... Своё решение. Какой результат? Ничего я зашёл голосовал-то. Не расширяется, Педру, да. А прирост Норвегии, это что, норвежец в себя так влил? Точно. Ты норвежец уверен, что у тебя прям так вот сейчас будут прям расти города? Нет, но хоть чуть-чуть. А тебе не случаешь, что у тебя нормальный век, а у меня золотой? То есть у тебя сейчас ещё минус к лояльности? На своей единстве всё нормально. Ну, ладно. там уже армии пошли ну да в армии надо опнуться ученых забирайте всяких там великих инженеров фото вот царем или финики заберите я не могу мне за золото рим фото водится я за золото я могу за веру ладно так уж и быть лёша просто думал что кто-то накопил а там никто не накопил на заряна ошибся вода когда дарим нападал тоже ошибся нет мискликнул вармонгер предатель ненавижу русских русофоб но только в этой парте делу просто калинка надоело к затрону у меня играет все время вот как лишь мне объявил войну с того времени она у меня играет это мое психологическое оружие да ну смотрите аквелия а что у него укрей у рима еще и темный век то есть начисто я сейчас буду захватывать города они даже отваливаться не будут и 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 ничего себе это серьезно у меня пушки 9 угроз блин калинка маленькая она мне закончилась и действительно психо нет опять началась вот так вот это из того что в эпохи атома возможно бразилия сделка Субтитры сделал DimaTorzok Не успеваю Так, вот этот, по-моему, не имеет бонуса А в аквилее надо просто клетки выкупить Сюда Почему у меня угли не добываются? Ну, может быть, там шахта не стоит Да, может, ферма стоит, может быть, ферма Вот здесь он прости ты был такой хорошей крышкой ну просто ты видишь дачу у него там снизу я не мог это ставить поздним не осуждаю спасибо скиф предложение надо аквапарки какие-то построить наверное они не открыты не на ярославль для прям капец какой город хороший спасибо Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 1 нефть выходим потом в танки идем сейчас разграблю арену надо все граблю обсуждаю там нефть не обещал карагин я ради этого побежал захватывать мирную грешку вот именно он маскат захватил следующим ходом будет там нет этой нефти у меня уже скоро захватит столицу слышите а что ты подожди а что-то ему помогать будешь у меня еще не цивиливание войны и кажется финикеш у тебя лучше с другой стороны напасть на рим а я не я не спонсирую я что я же никакую нефть ему не предоставлю я понял что это карагена вы представляете а нет у меня нефти я может быть просто попилим рим и все смыслом и тут сидеть мысли финики не делать это будет нечестно допустим дольше они упорываются тем нам лучше кому так финики лучше захватить рим и получить уже не не помогает о себе любом случае уже города начали по лоялке под да он в темном веке а во море мы будем будем так смотрим на нефть будет нефть будут танки все у меня казаки давным 103 сила ну если финики на меня пойдет кто хочет выиграть я советую тоже что-то сделать то есть мы уже вне игры а вот финики не хочу я вне игры то что а стой по 200 науки так это как бы не за то что я с тобой воюю то есть я себя с тобой не воевал я было бы тоже 200 науки ну да как не мешает что с тобой воюем я вся армия это не производство это вера вся моя армия куда куда мне посилов покупать блин посмотри куда мне их еще ставить так сколько у меня еще корпусов раз этот у меня едет я там скинул всем предложение всем 2 а монет 3 а вот это киеве 4 нефть 1 нижним новгородом давай на гипс 2 а у меня 3 так если тебе нужно нефти но кладки и через тихо просто грозит на три головы с кораблем вот я понимаю маскат живет блин в снегах и часть плюс 2 никому не мешает хорош москат да я буду отдавать тебе все свои люксы за нефть я буду а у тебя чуть ну я тебе только что дал потом еще теперь это же они у меня есть ну так у меня еще единички есть тоже отдам я не знаю зачем тебе караген помогать риму а я ничего не вижу без меня да нет или 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 скри сделка то я уже этого шкала добьется ну ладно еще один возьмем так нам надо где-то артефакт добыть побыстрее не ну почему рядом ни хрена нету 4 хода класс так так и и и и Продолжение следует... Так, и тут мне нужно рабочего на нефть. Ну что, русские, в мир играем дальше? Да не, я финикию подожду. Точнее как, я подожду сейчас танков и финикию. Ну, русские танки, Т-34 против фашистской Италии, все по истории. По секретным документам. Финикия, кстати, а когда ты будешь нападать? Что? Когда ты будешь нападать? Да вот сейчас, через пару ходов, через фото, Т-34. Так, аквапарк там строится, лавропригород. А, вот тут я что-то хотел. Театралочку я хотел явно. Прости, выключили цивь? Да, конечно. Норвежец, ты мой дружбан forever. Я просто считаю, что ты мог меня захватывать на кораблях, но ты этого не сделал так. Причем? Да, неуважение. Да. У меня просто там тракары, мы где-то ходов 20 стояли возле полен. Я сейчас собирался его захватить, но потом думаю, что он у меня доуку дает, и я не отстил. Так, а ресурсами кто-нибудь хочет со мной поторговать вообще? Черт, у меня организатора. Вот чай у паундмейкера. Так, паундмейкер, я тебе кидаю. Не знаю, нефрит. Шелк, давай шелк. Кри кинул. Блин, а все остальное у меня есть. Я тебе Нет, извиняй. А че он у тебя просил? Алюмина. А, на то он у меня забирать хочет. Тут линкоры уже подъехали. Танки готовятся. В общем, у меня идея такая, то есть все могут читать... Мы Рим сейчас распилим с Финьки, и потом я как раз своими апостолами пойду всех обращать в религию, при том, что у меня и так уже неплохо. Финьки, а ты же понимаешь, что ты проиграешь, если нападешь? Я уже проиграю. Почему проиграю эту игру? Подожди. Ты же не сможешь задефаться. В смысле? Вы меня нахсите забираете на танках, у меня ПТ-команда. А он танками нападает? Ну ты хочешь на танках, он на танках. Что вы сделаете? А ты танками нападаешь? Ну, не только. Морские у них плюс. Типа вот ты заберешь морские, по-моему, по городу. Да. Ладно. Тебе этого достаточно. А, норвежец, на твоей территории ходит скаут Бразилии. Объяви, пожалуйста, ему войну. Он следующим ходом разграбит еще больше караванов. Норвежец, как бы, камон, хочешь, что-то я на тебя подуду в двор? Хочешь, конечно? У него линкоз. Ну, вау, милка. Но он грабит караваны, которые к тебе бегают. Я тогда просто не буду караваны к тебе пускать. Тебе это надо? А ему больше некому пускать. Мне к Скифу есть пускать караваны. Так а смысл мне пускать к норвежцу, если ты у него грабишь караваны, и он не может их защитить? Как бы, норвежец может спокойно к Скифу отправить морские караваны, камни, если разведают, как бы. А у русского, как бы, нету больше возможности кому-то посылать караваны. Норвежец, ты не будешь ему войну объявлять, да? Вот этот разведчик, я не вижу у себя. Его разведчик между Осло и Бергеном. Ну, наверное, скажем, подумай. Хорошо подумай. Да, хорошо, давай проспонсируем бразильца кучей денег. Ты потеряешь в производстве, потому что я перестану к тебе караваны пускать. Так, а почему от этого должен норвежец страдать, от того, что я забираю какой-то Рим? Норвежец не страдает от этого. Ты грабишь караваны, которые к нему бегают, дают ему золото и производство. Ну, два молотка. Ведя, два молотка. Ну, я просто перестану к нему отправлять караваны все. Норвежец, короче, решай этим ходом. Следующим ходом разграбит кучу караванов просто. Все. Я как бы бессмысленно, получается, с тобой союз заключил на самом деле. Который мне сейчас в минус пойдет. Я с тобой тоже тогда, получается, бессмысленно союз. Ну да, да, именно так. Если ты вот этого одного скаута не можешь убить. Ну я, и чё за нафиг? Ну ладно, Норвежец, тогда твои караваны пограбим. В смысле, твоего скаута выкинуло сейчас за границы. Как ты ему сейчас караваны пограбишь? В смысле, скаута? Его никуда не выкинуло. У скаута, скаут четвертого левела. Он даже против пушкетеров будет стрелять. Ха, подожди, он... Я вообще скаута не вижу у себя на территории. Короче, он, значит, невидимый. Веди арбалет. Ставь его на... Между Осло и Бергеном. Вот видишь, где у тебя лошадь и... И производственная площадь. Вот там. Вот он пошел на твой караван. Видишь, где ртуть? Разграбил караван. И со Ставингера веди. Я не буду нападать на него. Нападать. От души, так скажем. Почему? Со Ставингера тоже веди арбалет вниз. Ты уже все собрался на меня нападать? Ну, я с тобой стоюсь. Просто мне интересно, почему? А у меня есть... Я подумал... При создании любых проектов, связанных с ядерным оружием, производство увеличится на 3-2, если я в Манхэттен буду читать, соответственно, на 30% быстрее. А, ты объявил, ты союз с Римом заключил? Да, я сообщил. Ну, тогда и я могу с Римом... А, ну, а, Рим, ты хочешь города свои обратно? Ну, тогда они бессмысленны. Ну, я просто тоже интересно, почему ты отказался воевать, ну... Такая возможность усилится, ну, удача. Там бы забрал меня два города, и все. Да, не больше двух. Калин, а Хаддинг. Там вот весь мой... ...потенциал. Ну, тоже неплохо, так-то. Да нет, такой степи. Города, где на гавани цкашка, ну... Такое. В итоге самое смешное у Норвега. Это да. В итоге Норвег в ОП. Он объявил войну Риму. Ну, так что, я с Римом уже мир не заключаю. Смотри, ты еще... А, блин, это ж не танки, это вертолеты. С этой, там, аэропорт свою сторону стоит угрозить. Не совсем. А шо? Я там город поставлю, чтобы еще две нефти взять. А, ты еще город дотягиваться? Ну, не дотягивается этот. Придется ставить. Ну да, он только до одной дотягивается. Ну, как бы, еще и уран. И уран, а где там уран? Чуть не вижу. Зашу тебя на территорию урана нету. Как видишь. На островке есть, ты. Не, ну я могу танки, конечно, завирую и так покупать. Но это уже не то. Чего? Вот чем Ави. Я знаю. Пойти, шо, я рапану и захватить. Членин, дай денег. Пожалуйста. Отдам за... Сколько? За доходы. М-м-м-м. Спасибо. Блин. Не хватит вас. Еще чуть-чуть. М-м-м. Не хватит. Продолжение следует... 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 Да, караваны к тебе, Кри, конечно. Жирные? Да, тут последний на 40 с копейками. Ну, тут Виктор сидит. Спасибо. О, Катоков на моей границе встанет, и Виктор перестанет работать. Как говорится, подождем. Ничего, ничего. Подождем. Так, что нам тут? Жемчуга дофига. Давайте вот эту нефть обрабатывать. Скиф там бесполезно бегает. Так, лесопилки ставим. Универы. Вырублю. Ты убил бразильского скаута, норвежец? Да. И что, это тебе добро? Да. Ну, ты перестал грабить мои караваны. Не, я ему что-то даду. Блин, ну... Каждый караван к норвежцу, два производства, четыре денег ему дает. И две еды. Две еды, два производства, четыре денег. У меня десять караванов. То есть, двадцать еды, двадцать производства, сорок денег в ход. Что ему это дало? Что ему это дало? Скиф, походи своим скаутом у Архангельска. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok выхожу а ты мне чувак что-то брал что ли потихоньку там сначала в античности потом папа же потом на одно очко ну и так накопилось крестил к он так она у не одна единственная как период она без повторных у меня я тебе же 2 дают нет она у меня единственная то есть если у меня был бы допом второй такой же дух все смогу стал там я знаю материн с этим 2 взамен ты мне у меня такие которые ты мне даешь они меня есть я уже торгуюсь да я уже торгуются них дамки но мы будем основал шотландец что-ли буддизм кто основал шотландец почему бомбардировщик не может возвышенную атаку провести и ну тут население не хватает не очень хорошо девятнадцать надо население прям что торговый республика так и не открыл до сих пор ладно уже демократию откроем там всем не надо на религии на науку поставить так пока сделаем нифига так вся бразилия и пол крип скамейку обречен блин а где третий то артефакт выкопать не рынку нашел ну что же в этой будет а у инки на сто четырнадцатый ход часу рим мир на статус-кво ты будешь принимать да а да отлично ну тогда можно попробовать все таки религии буря прям в центре территории у меня угодно а а а а Ваш юнит получил опыт. Блин, тут бы кампус всё-таки где-то поставить, но поставлю… Ладно, а что с чудесами Панамский канал? Ладно, давайте строители. Чурин, я тебе кинул мир, прими, либо откажись, пожалуйста. Бразилия отравит. Ну, чтоб ты потом не использовал этот мир. Либо сейчас откажись, либо… Ну, то, наверное, потом, ну, ты можешь просто прийти миссионерам. Эм… Я нифига не слышу, что Чуриня. Как он мотивирует тем, что он не хочет отказываться либо принимать мир? Ну, миссионеры, чтоб вы не пришли потом ко мне. Так откажись от мира тогда, я тебе не говорю, типа, принимай мир. Ладно, хорошо, давай, бля. Потому что это ты можешь потом в любой мир, в любой момент принять его. Что? 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 Так, у меня 10 ходов. Я не знаю. Я не знаю, почему я его тогда принялась. Он боялся моих апостолов. Апостолов. Сейчас начинается очень тупой микроконтроль. Мне главное обратить Бразилию и Норвегию. Так, значит… Снижает других религий. У меня торнады на одной третий территории снесло все улучшения. Блин, а может мне попробовать в культурную победу? Туризма, правда, маловато, конечно. Давайте в культурную попробуем, блин. Ну, сейчас у меня будет очень дофига веры для культурной победы, поэтому она может получиться. Нет, я здесь не хочу. Все. Угу. Угу… Угу. Угу… 네, какая cozy? Какая же? алексей предложение да блин норвежу совершить есть вообще свое понял больше вопросов нету да реально давайте попробуем действительно не в религиозную а в культурную то что с таким количеством веры я могу столько рокеров накупить столько туризма зафигачить поэтому давайте на этом пока все спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке сообщества для всех остальных продолжение появится завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока